Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Мы озвучим те занятия, которые я пробил в Потеряевке, с 91-го года. Хочу и надо. Извечная борьба между пожеланием и долгом. Когда посмотришь на то, что творится в мире, то кажется, что никакого Бога нигде нет. Все пущено на самотек. Писаю. От края земли мы слышим песнь «Слава праведному!» И сказал я «Беда мне, беда мне! Увы мне! Злодеи злодействуют, и злодействуют злодеи злодейски!» Эта борьба идет уже 75 веков. Продолжается на планете Земля. Праведники страдают. Злоба человеческая возвысилась до небес. Тупость пробивает себе дорогу и давит под собой всякий интеллект. Но мы должны смотреть на все это духовным открытым оком. Сегодня у нас прощальная беседа с вами. 8 октября 2000 года. Следующее занятие будет уже в июне следующего года. И тему подскажет сама жизнь. Бог очень много дозволяет человеку, чтобы человек учился на собственных ошибках. И когда совершается победа над волей человеческой, греховной, ангел рукоплещет на небе, обретается душа от луки. Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике, кающемся. Спрашивается, для чего Бог допустил революцию на нашей земле? Для чего Бог попустил родиться Гитлеру? Страдания невинных людей, переполненные тюрьмы, дымящиеся печи, сумочки из человеческой кожи. Для чего? А для того, чтобы когда эти правители приходят в этот мир, называя себя благодетелями человечества, и они хотят подтвердить, что и они могут принести людям в счастье, привести их к вечному блаженству на земле, но без Бога. И Бог попускает им эти страшные эксперименты, чтобы в конце каждого подобного акта, когда действие уже будет закончено, люди увидели развалины, и дьявол снова будет посрамлен, и ангелы снова рукоплещут. Это я затоус говорит так. Теперь устат дьявола закрыты, и никто не сможет сказать, что, о, если бы мне было позволено проэкспериментировать атеизм на земле, я бы доказал, какая счастливая жизнь без Бога. Полная свобода в действиях, феминизация, равноправие мужчины и женщины, эксплуататорские классы будут уничтожены, равенство, свобода, братство. Но оказалось... Видишь, как ты, равенство, потом перекинулся, свобода, прочитал, потом братство. Зачем ты это делаешь, я не пойму. Не специально я это сделал. Ну, уже не ребенок-то, 27 лет. Ну, написано, равенство, братство, свобода. Нет, я прочитаю равенство, потом перекинулся, потом вернусь. Это искусство какое-то. Выворачивать все. Я не могу никакого. Зачем ты делаешь? Тут смысл имеет другой. Но оказалось, тюрьма народов, ГУЛАГ, Город Трупов. ГУЛАГ, Город Трупов. Федор Михайлович Достоевский, это настоящий пророк русский. Он предсказал, что если эксперимент с атеизмом удастся на русской земле, это обойдется в 100 миллионов жизней насильственно оборванных. Недавно была статья в аргументах и фактах. Ленин и Достоевский. И упомянуто, что чуть больше было уничтожено славян. 110 миллионов. Эксперимент закончился. И на этих развалинах, как нарисовали, сидит Ленин в заплатанных штанах, а под ним капитал Маркса. И он подпер щеку рукой и говорит, а идея все-таки была правильной. Ничего уже нет, все погибло. Но идея все-таки была правильной. Теперь ни один безбожник, ни один изюгановец не сможет сказать, что экспериментировать не дали им, что такой возможности не было. Бог дал. Смертоносная свастика, смертоносные серпы молот растопырились, раскорячились над миром. Третье ездры. Восплачу земледельцы, возделывающие земли, потому что оскудеют у них семена от ржавчины и отграда и от страшной звезды. И ветры сильные поднимутся от востока и откроют его. И облако, которое я подвигнул в огневе. А звезда, назначенная для устрашения при восточном и западном ветре, повредится. И поднимутся облака великие и сильные, полные свирепости и звезда, чтобы устрашить всю землю. И жители ее и прольют на всякое место высокое и возвышенное страшную звезду. Иезекииль. А пророки ее все замазывают грязью, видят пустое и предсказывают им ложное, говоря, так говорит Господь Бог. Когда так не говорил Бог. Бог или Господь. А, Господь. Зачем ты заменяешь слова-то, не пойму. Замышляйте замыслы, но они рушатся. Говорите слово, но оно не состоится бы с нами Бог. И Бог упустил 13 лет фашизму гулять по земле. Практически подмял по себе весь мир. Теперь они не могут сказать, мы бы достигли счастья, если бы не Америка с ее атомной бомбой. Если бы не этот альянс. Но на земле так не бывает, чтобы все... Если бы не тот альянс. Ну как нет, так да. Если бы не тот альянс. На ударение делаешь на нее. Ну ты как сумасшедший поступаешь-то. Я вообще уже ничего не могу сказать. Но на земле так не бывает, чтобы все с тобой соглашались. Потому что ты должен был побороть все это. Когда христианство, выйдя на арену мира, объявило войну пятистам, религиям мира. То есть всем, какие были в то время в римском пантеоне известны. И все до единой она подняла на ноги. Надо бы, при том, самых лояльных к другим религиям. Самых терпимых тех, которые никогда не воевали. Теперь они все взялись за меч, чтобы уничтожить христианство. Если бы христианство вышло и не устояло, как было сказано на Нюрнбергском процессе Илью Эренбургну, то почему все другие учения ослабли? От пожара натянутые стальные тросы, останкинцы башни едва не лопнули. Расчет должен был выйти и на пожар, чтобы пожар эти канаты, которые дают устоять башне. И тогда не расплавились, устояли. Вот в этом весь смысл. А если строил так, что к тебе никто не зайдет никуда ниоткуда, не прибудет враг, то какая же тогда крепость в твоем строении? У нас появился сосед, у которого коров уводят по ночам. Шалятся чужие. Есть лопаты, есть столбы, есть ограды, а еще что-то. Думать надо. Христианство обдумало все и объявило миру всю. Войну любовью. Любовью злобу обовьем. И честь не в славе быстротечной, а в торжестве любви найдем. Со всех сторон клянут, хулят, бросают камни и грязь, наклеивают разные ярлыки на христианство. Что они где приносят жертвоприношение детей. Что они противники власти, они разлагают устои империи. А христиане говорили только об одном. Христос царствует. И более не было у них ничего. Два слова, и попроповедь осталась в другом месте. Одна короткая фраза из двух слов. Христос царствует. А когда он может царствовать и где? Там, где побеждена природа человека. Бог создав человека, создал его для вечности. Примудрость Соломона. Но завистью дьявола вошла в мир смерть. И испытывать ее, принадлежащие к уделу его. Подробно об этом можно прочитать. Третьи ездры. О прочих же народах, происшедших от Адама. Ты сказал, что они ничто, но подобны слюне. И все множество их ты уподобил каплям, каплящим из сосуда. Для них я сотворил свек. Но когда Адам нарушил мои постановления, определено быть тому, что сделано. Я отвечал и сказал, вот мое слово первое и последнее. Лучше было не давать земли Адаму. Или, когда уже дана, удержать его, чтобы он не согрешил. О, что сделал ты, Адам, когда ты согрешил, то совершилось падение не тебя только одного, но и нас, которые от тебя происходят. Человек рождается, его кладут в люльку. И пеленают, как в гробу покойника. Его пеленают уже в саван. День рождения уже через черточку соединяется с днем смерти и у маленького ребенка. Сегодня еще это незаметно, но под старость, когда годы исчезают, слышно, как громко хронометр отчитывает свои секунды. Пора уходить. Если исполнена воля Божия, то назначение человека выполнено. Ты временный на земле, и назначение человека покорить свою волю, воле Божией. И все. Но воля моя и воля Божия вошли в полный конфликт. Римлянам. Ибо не понимаешь, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашай с законом, что он добр, а потому же не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаешь, что не живет во мне, то есть плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы делать он, я того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием Но в членах моих вижу иной закон И противоборствующий закон ума моего И делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих Бедный я человек, кто избавит меня от всего с тела смерти Вот основной закон, какой обнаружил апостол Павел 5508 лет От Адама до Рождества Христа прошло И ни один еще человек так точно не выразил это А Вселенский учитель указал на этот закон Достоевский выразил это так Дьявол борется с Богом, а поле битвы сердца людей Дьявол борется с Богом, притом постоянно, денно и ночно И не где-то там, в Кремле, или на Куликовском поле Но в каждом человеке И на какой стороне будет победа Все зависит только от тебя Куда ты повернешь Решился ты на эту сторону пойти И станешь врагом Среди иуд, предателей Среди отступников, холодных, индифферентных Коллаборационистов, соглашателей Есть хороший рассказ на одну страницу у Тургенева Одна девушка стоит перед раскрытой дверью и перед ней будущее Один голос говорит Тебя ждет позор, отвержение от родных Корни и истоки будут прерваны Ты идешь неведомым путем У тебя будет загубленная жизнь Но тихий голос говорит Ты обретешь тысячи друзей, сотни домов И снова какой-то голос Скрижища буквально терзает ей душу Тебя плюют Загубленная молодость твоя будет вставать перед тобой в старости У тебя не будет этого и этого Тебе будет плевать след И тихий голос снова говорит Но небо благоволит к таким И она решается и шагнула через порог Будь ты проклята Раздался голос Но кто-то тихо сказал Святая Вам понятно, о чем тут сказано? Вот этот выбор каждый человек должен сделать сам Или проклинает, или благословляет Второзаконие Вас, свидетели, перед вами призываю сегодня небо и землю Жизнь и смерть предложил я тебе Благословение и проклятие Избери жизнь Дабы жил ты и потомство твое А можно ли так сделать, чтобы о тебе все говорили хорошо? Никогда Христос предупредил об этом Лука Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо Ибо так поступали с же пророками отцу их Горе О Христе везде все говорили хорошо О Боге всегда люди отзываются хорошо Божья Матерь люди не клянут ли? Разве умирая они не хотят, чтобы Бог уничтожил сам себя? Это из братьев Карамазовых Старец Зосима Образ списанный, как образ Амросия святого старца Я решил сегодня хотя бы немного раскрыть Что такое воля человеческая Хочу и должен Я детям здесь в лагере постоянно говорю об этом Злейший враг среди нас гуляет Хочу И лучше наш друг Этот долженствующий, побуждающий нас к высшему Подвиг Ты должен Самое простое Не хочется утром вставать Вечером не удалось вовремя лечь спать С детства это помню До того неохота вставать А коров-то выгоняли рано Нас восход солнышка заставал иногда на поле В колхозе рано начинали работать И до этого коров мы должны были уже выгнать Мать будет и обуваешься Ничего не помнишь Мать смотрит, а ты уже на скамейке с сапогом так и заснул Она начинает тебе опять тортяночки наворачивать А отец уже идет по деревне и кричит Коров! Коров! Чтобы бабы выгоняли быстро И думаешь каждый раз Что только бы до обеда, а там отосклюсь А в обед разыграешься, купаешься Ладно уж, вечером высплюсь А вечером огурец в руки и в догонячки играть А утром опять Опять тоже и так каждый день Каждый день Но должен стояло на первом месте Ага Мне уже 61 год теперь А теперь уже мне 77 И самое приятное время у меня во дне Когда я лягу Одеялом прикроюсь, ногам тепло И вытянусь И на душе спокойно Сытый, самые приятные минуты А вот и святых-то было не так Вот у нас на первом месте хочу А у них должен Должен встать среди ночи Я не должен сразу заснуть Нужно подвести итог жизни Всплакнуть о грехах Должен А как я встану? Лука А тот изнутри скажет ему в ответ Не беспокой меня, двери уже заперты И дети мои со мной на постели Не могу встать и дать тебе песней Я скинула хитон мой Как же мне опять надевать его? Я вымыла ноги мои Как же мне наморать их? Ребенок знает то, с чему у него в школе учат Сам он еще ничего не понимает Припомни Что когда ребенок пошел в школу Он должен запоминать все эти геометрические формы Эти тригонометрические формулы Это ему необходимо для развития серого вещества в головной коробке А он растет глупый двоечник Такая и вся жизнь у него будет на двойку Он ничего не будет знать Никогда и ничего не изобретет Это двойка в жизни Он в жизни будет брать только выеденное Что кое-где запомнилось ему А он должен избирать лучшие варианты Любое действие просчитывать на несколько шагов вперед А что будет за этим? Вот мы послали впереди себя машину Отправляем картошку и прочее А когда она до трассы застрянет? Мы сразу к батюшке Вы просили машину с двумя ведущими Кирилла попросили на машину Иди, сопровождая их Десять с лишним тонн на той машине В жизни же практически каждый день приходится делать этот выбор И мы даже не замечаем, как становимся на худую сторону И это в большинстве случаев у подавляющего большинства людей А святые всегда ставили вопрос А знаю ли я лучший вариант? А знаю ли я что угодно Богу? У нас же так рассуждают Чего тут думать? Мой отец так делал, и я так делаю И в хозяйстве так, и во взаимоотношениях с людьми Входят в отношения с соседями А нужно было бы рассудить Не дьявол ли подошел в виде этого соседа? Что он тебе предлагает? И еще он говорил Как приходит другой и сказывает Халдеи расположились тремя отрядами И бросились на верблюдов и взяли их А отроков поразили острием меча И спасся я один, чтобы возвестить тебе Я остался один Коров там захватили Тоже один остался Это дьявол один и тот же прибегал Один и тот же теми словами говорит Когда додумаешься об этом? Это никакой один Один это сатана прибегал Я никогда и не думал Что здесь есть что-то скрытое Удачливый человек Все погибли А он уполз в кусты И теперь вот сообщил Что хотя бы один из свидетелей остался А златоуст говорит Это дьявол в виде этих свидетелей прибегал Под видами разных людей Он один и тот же Под видом кочегара Под видом пастуха Под одним и тем же лозунгом Накормить людей и дать им счастье То фашизм, то коммунизм Это смущение от одного и того же духа Когда ты к чему-то худому склоняешься То дьявол обязательно в такой виде И будет возле тебя Единомысленно будет с тобой И поддержит тебя в твоем состоянии В заблуждении В состоянии может Вроде бы и друзьями с ним не были Глядишь, уже истолковались Смотри, какие они уже близки А между ними уже нет ничего общего Как же тут снюхались А что общее соединяет этих людей Своей волей И постоянно эти люди ждут Кто против истины восстанет Против тех людей, кто несет истину Они сразу же и соединились Мгновенно У них на первом месте стоит хочу Хочу добиться того, чтобы поразить противника Вот которые против меня поднялись И как правило каким-то боком С миссионерским отделом Сделались как сумасшедшие, бесноватые Сразу соединились с разных мест Сепархии и других Одновременно все и друг друга не знали И они не следуют Они ничего не понимают Потому что угождение властям, что угодно Поражает их Они не такие были Но наконец-то они поняли, что им дана власть Кого-то клевать, кого-то бить Кого-то притеснять И вот они такими извергами сделались Бог отнял все Ржавое железко мясо сердца Бессовестное Неверное Вчера были друзья, сегодня поедом заедает И все А ты бы должен сказать Я должен любовью обнять эту злобу Молитва ли то будет Борьба ли настоящая Но довести это нужно до конца Слово хочу встречается в Библии 466 раз И слово должен 695 Значит ли, что эти цифры Впервые слово хочу Резко встает в бытие И сказал Господь Утаю ли я от Авраама Рова моего Что хочу делать Это слово звучит необычно В отношении Бога Бесстрастного и вечного И во второй раз Уже в отношении человека Бытие 19 глава Но они сказали ему Пойди сюда И сказали Вот пришлец И хочет судить Теперь Мы хуже поступим с тобой Нежели с ними И очень приступали К человеку сему К лоту И подошли Чтобы выломать дверь Может быть Там были и упреки Ты здесь не прописан Ты не постоянный житель И ты ли учишь нас Как нам жить Лот ничего противозаконного Им не сказал Только напомнил О страноприимстве Которое было известно Всем нормальным Жителям Востока Но не этим извращенцам Это ваше желание Насиловать волю людей И порабощать тело их Не от Бога И не сходится с Божьим хочу Наши хочу Должно и может быть Принято Только при полном Согласовании С Божьим хочу Ломают дверь Открывай Не разговаривай Хотень этих садомлян Погубил Вот у меня эти Как садомляне Лезут со всех сторон Какие-то допросы Выясняют там А сами ничего не знают Мирские люди Не так ли эти Бесовские учения Фашизм и коммунизм Учения Бесовские Понимаешь Куда ударение делаешь На последнее Бесовские Бесовские Учения Фашизм и коммунизм Учения Давай скажем Не фашизм А фашизм Фашизм Получится что Ну фашизм это связка Веник И коммунизм Учения насилия И извращения воли И психики человеческой Погубили этих пропагандистов И насильников Вот тогда Эти секс-меньшинства Были официально Зарегистрированы И они Низвели с неба огонь Из-за них Разрешенных Теперь и в Москве Поповым Гавриилом Бывшим мэром Великой Блудницы Может быть Сожжена и Москва Римлян Подобные Великой Блуднии Вот это слово Блуднице Даже не слышится Совершенно Блудни Вот сейчас Бывшим мэром Великой Блуднице Римлян Подобные мужчины Оставив И естественное Употребление Женского пола Разжигались Похотью Друг на друга Мужчины На мужчинах Делая срам И получая В самих себе Должное Возмездие За свое заблуждение Так в чем же Главное Похотение людей И нашел Что оно находится Я на 8 главах Ваш отец Дьявол И вы хотите Исполнять Похоти Отца вашего Он был Человек-убийца От начала И не устоял В истине Ибо нет В нем истины Когда он Говорит ложь Говорит Своей Бон лжец И отец Лжи Это первый стих В Библии Который я Заучил наизусть Так он выделяется Из остальных стихов В нем я нашел Разрешение Всех конфликтов Неурядиц Разводов Неверия И обворозования Всех политических Партий До конца Это я объяснить Не могу Почему именно Этим стихом Привлек меня Господь Воровство Так Воровство Блудли Это еще не Дьявольское Это человеческое Дьявол Он не будет Воровать Он только этому Научает Он оболгал Бога Будете как Боги Ешьте То есть Бог Неправду вам Сказал И этим Убил Первого Человека В раю Народ Желание Фараона Повелел Повелел Повел 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 Дальше Девочка Подрастала В семье И как Только Ей Исполнялось Лет Двенадцать Ее тут же Уводили По своим Гаремам Растаскивали Гибла Нация И чем Это Окончилось Фаронова Хачу Была Перерублена Богом Встала В весь Рост Слово Его И затмилось Свет И касалось Неба Примудрый Соломон И не верившие По ничему Ради Чародейства При погублении Первенцев Признали Что этот Народ Есть Сын Божий Ибо Когда Все Окружало Тихое Безмолвие И ночь В течении Достигло Средины Сошлось Небес От царственных Престолов На средину Гибельной Погибельной Земли Всемогущее Слово Твое Как грозный Воин Оно Несло Устремич Неизменное Твое Повеление И став Наполнило Все Смертью Оно Касалось Неба И ходило По земле Вот я считаю Книга Примудрый Соломон Самая По литературному Изложению Высочайшим Классом С другими книгами И гибнут Первенцы Египта Бог наказывает Тем же грехом Каким грешит Человек Они грешили Бросая еврейских Детей в воду Погибнут И лучшие Сыны Египта В водах Моря Чернова Совершенно Адекватное Наказание Хотим ли мы Этого Или не хотим В революцию Провозгласили Зловредными Всех Правящих Полицию И армию И вот именно От правителей Таких Дурных И страдает Россия И от тех Кто нас Призван охранять Мне приходилось Вести занятия По этим городке Новосибирска Где ученые Люди Собрались Я провел Там около Семи занятий Сказал им Что на основании Библии Можно ответить На любой вопрос Стал один экономист И сказал Что он давно Звучает Библию И в эти слова Своим И в эти слова Мои не верит Я сказал Что если докажу Ему это То при всех Он сможет Попросить прощения Да Он начал задавать Вопросы О современности И я ответил ему На них У него в руках Была Библия Много закладок Он встречался Мераз С баптистами Высокого роста Одет не как я И образование Не мое У меня это Нет никакого Спецобразования Я закончил Только строительный Техникум Против него Я лапоть Тогда он Встал перед всем Народом И сказал Опустив голову Я был неправ Встал и вышел И больше на занятия Ни разу не пришел А мне потом Эти ученые Мужи И сказали Что он У них Самый лучший Знаток Библии И от него Никак они не ожидали Что он Так мог срезаться Если Библия На какой вопрос Не отвечает Тогда следует Ответ Что нам Это И не положено Знать Деяния А он же сказал Не ваше дело Знать времена Или сроки Которые Отец Положил вам В своей власти Второзаконие Сокрытое Принадлежит Господу Богу нашему А открытое Нам и сынам Нашим до века Чтобы мы Исполняли Все слова Закона сего Солом 130 Господи Не надмивалось Сердце мое И не возносились Ощи мои И я не входил Великая И для меня Недосягаемая Есть такие вопросы Но как раз О них И сказано Что Чего в Библии нет О том Мы не рассуждаем Златоуст Например Почему ребенок Родился слепым Гадали И причину Ищут в генетике В греках родителей А в ответ Совсем иной Заготовлен Уже от века Иоанна Ученики его Спросили у него Рави Рави Кто согрешил Он Или родители его Что родился слепым И Иисус отвечал Не согрешил Ни он Ни родители его Но это для того Чтобы на нем Явилось Дела Божие Он Калека Прославил Бога А ты здоровый И прошел мимо И ни разу Аллилуйя не пропел И на страшном суде Божьем Такой будет судей Для неверующих Что он Уродливый И нашел Бога И не возроптал Прожив жизнь В домах для инвалидов Научился Всякому ремеслу Первое царство И хотел Саул Пригвоздить Давида копьем К стене Но Давид Отскочил от Саула И копье Вонзилась в стену Давид же убежал И спасся в ту ночь Раньше Как-то я не замечал Что хотение человеческое Связано с убийством Приехал тут Профессор В психологии Горюхина Эльвира Николаевна Верия Федоровна И она вначале Была не согласна С нашим методом Воспитания детей Не подавляете ли вы Волю ребенка Да моя задача Как раз в том И состоит Чтобы полностью Эту волю развеять Распылить Чтобы ребенок Забыл про свою волю Ребенок должен научиться Воле Божией И воле старших Верующих Иов Но пустой человек Мудрствует Хотя человек Рождается Подобно дикому осленку Этот осленок Он бегает Взбрыкивает В школу Он идти не хочет Работать не хочет Отпусти его Пришли дети Поели И потом желание Чтобы родители Исчезли До времени Кормежки Чтобы полная Блудливая воля Кипела в них Утром вставать не хочет Вечером его не уложишь И придумали слова кривые Воля Права ребенка Конвенция прав ребенка Дьявольские Выкрутостные слова Выморочная Педагогика Масонов Погибельная И скудаумная Матери Помогать не хочет И подметать То же И то не хочет Волю Ребенок Надо формировать А как же нам Преподают Что развивать Нужна воля ребенка Да это вам Дурость преподают Волю Божию Нужно познавать И в себя И убирать И исполнять От Матфея Да придет Царствие Твое Да будет воля Твоя И на земле Как на небе И еще Отойдя в другой раз Молился Говоря Отче мой Если не может Чаша соревновать Меня Чтобы мне Не пить ее То да будет Воля Твоя Даже Христос Не искал своей воли Римлянам Неужели вы не знаете Что кому вы Даете себя в рабы Для послушания Того вы и рабы Кому повинуетесь Или рабы Греха смерти Или послушания К праведности Филиппийца Смирил себя Говорю об этом Они охают Да как так Да разве можно так Это же вопреки Всему учению И другие Еще глубже Копают под нас Мы слышали Случайно Нет ли у вас Тут наказания Физического Как случайно Да у меня Целая система Наказания Так вы что же Так вот Физически наказываете А вы Что думали По головушке Хулигана Буду гладить Лучше по заднему месту Где уши у него Растут Физически Это все Что связано с телом Пробежать Лишить купания Или еды Или сна И потом она напишет Что удивительное дело Дети которые Все забывают Тут они быстро Привыкают Колокол ударит Несутся Во все лопатки Хватает кто что может Чтобы прикрыть Руки до локтей За столом У нас полное молчание Даже шепотом Незвука И никто не нарушает Но если все таки Будет непослушный Приехали такие Из Тюмени С отцом Михаилом Это самые негодные Оказывается Они зароптачивались Еще при переписке вещей И зароптали Я их отодвинул В сторону И тут же Вручил отцу Михаилу Поезжайте домой Там лучше вам будет Чем в нашем концлагере Иногда человеку Предлагается Заменить горячее На лишение еды У них уже Шарики Начинают работать Смелого Кто согласен Быть наказанным Крапивой Но лишь бы поесть Я ему тут же Прощаю И то и другое Он свободен За смелость Трус же в ущербе Спрашивает Где я такому Воспитанию учился Отвечаю Что у меня нет Никаких ваших Академиев Я этому учусь Из Библии Из любви к детям Приехал коммунист Петренко И ко мне А у вас Есть лицензия На преподавание Да что Я их на продажу Выношу Сопливых Я на практике Показываю Что есть Наилучшее Второе царство Я из мирных Верных городов Израиля А ты хочешь Уничтожить город И при том Мать городов Израиля Для чего тебе Разрушать наследие Господне Иеремия Этот негодный народ Который не хочет Слушать слов Моих Живет по впорству Сердца своего И ходит В след иных богов Чтобы служить им И поклоняться им Будет как этот пояс Который ни к чему Не годен От Матфея Когда же они отошли Все ангел Господень Является во сне Иосифу И говорит Встань Возьми младенца И матерь его И беги в Египет И будь там Доколе не скажу тебе Ибо Ирод хочет Искать младенца Чтобы убить его Погубить его Наше хотение Можно проверять Тем Как хотим Чтобы по отношению К нам поступали И как уже поступает От Матфея И так во всем Как хотите Чтобы с вами поступали люди Так поступайте И вы с ними И в этом закон И пророки Как ты хочешь Чтобы поступали С твоей землей С женой С домом Так и ты Направляй в свою деятельность Этому и учить не нужно Так сродственно Каждой душе Если написано Любить ближнего Значит Определи любовь к себе От Марка И любить его Всем сердцем И всем умом И всей душою И всей крепостью И любить ближнего Как самого себя Есть больше всех Всесожжений и жертв И нигде нет указания Как любить самого себя Оно и так понятно Что есть Хочешь К себе в рот тащишь И одеяло на себя тянешь Ифи Ифи Ибо никто Никто никогда не имел Ненависти К своей плоти Но питает И греет ее Как и Господь церковь Если у порога Подгорелый край Зачем он мне нужен Да и обувь Скабризный анекдот Ну что ты как На земле не жив Я думал Правильно Скабризный Скабризный анекдот Про него И черта С плетью И наручниками Изобразить на него Можно Это на меня В газете Московский комсомолец Так сделали А сам себя покажет Гладким Ровным И выбритым Под яйцом И со Христом И с царским Семейством Поступили люди Как хотели Свою волю Не сразмеряли С волей Божией Человеческое Хотение Связано С ложью И с убийством Как только Дали свободу Предпринимательства Что началось Убийство подряд Лишь бы захватить Его деньги Его место Его жилье А чтобы переломить Это природное Надо бы Родиться свыше Когда человек Родиться свыше У него все меняется Свобода в человеке Это богоподобие Образ мы потеряли А подобие Возвращаем постоянно Уподобиться Богу Вот главная задача А это зависит от того Под водительством Лима Духа Святого Филипийцам Ибо вас Досты вы Те же чувствования Какие во Христе Иисусе Римлянам Но вы не по плоти живете А по Духу Если только Дух Божий Живет в вас Если же кто Духа Христова Не имеет То ты не его Человек бессмертен И свободен Распорядиться Своим бессмертием Или он прибудет В грехопадении То есть в смерти Или в жизнь Направится Ко Христу Навстречу Чтобы он коснулся Этого гроба И сказал Тебе говорю Встань Гряди вон Из могилы Своего умершего Духа И сознания Это самый страшный Самый невыносимый Дар Божий Свобода И если мне быть в аду То зачем Мне нужно было Вообще родиться Лучше бы быть роботом И Богу молился бы точно по часам И вычитал А вычитал Что следует И запрограммировал бы Себя на монашество В миру И на восемь часов Ежедневной проповеди погибающим Третьи ездры На это сказал я Лучше Было бы нам вовсе не быть Нежели жить В нечестиях И страдать Не знаю почему Он отвечал Не можешь Почему же Господин мой Спросил я Лучше бы я не родился И утроба Матернее Сделась для меня Гробом Нежели видеть Угнетение Иакова И изнурение Рода Израильского Я отвечал И сказал Вот мое слово Первое и последнее Дальше Считай Лучше было бы не давать земли Адаму Или когда уже отдана Удержать его Чтобы не согрешил Если ты Оставишь нас То лучше было бы для нас Сгореть Когда сгорел Сион В тюрьме люди сидят потому Что хотели По своему поступить А не так как Господь Заповедал Я хотел так Так и делал А тут этот хозяин Не вовремя вернулся домой И каждый думает Что его идея была правильной Бог дал свободу И она должна быть Только на то направлена Чтобы уподобиться ему Свобода выбора Приучай ребенка Посещать больных Хотя ему и не хочется Ты должен быть Ты должен Ты тоже будешь старый Ты можешь заболеть Сумею ли я победить Своё самохотение Насильник Вор и любой преступник Болен самохотением А я не должен брать В природе нет такого закона Что нельзя брать чужой Нельзя достать Достигать любым способом удовольствия Это закон сверхприродный Закон Духа Просвещенного Духом Святым Здесь Над всем победное Знамя выставить должен Покорное Христу Есть природный По природе Неповрежденного Человека в раю Вот такой потерянный Человеком закон Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй меня грешным У нас тут случилась авария И поэтому этот ролик Прерванный был Поэтому взяли Я не знаю У кого у тебя Что ли взяли там Что там взяли они здесь Карту памяти А? Карту памяти Ну и вот она читали Она оборвала Кончилась Ну маленько где кончилась Я не стал искать Просчитаю Продолжение Бог дал свободу И она должна быть Только на то направлена Чтобы уподобиться ему Это свобода выбора Приезжал у нас тут архиерей И попросил меня сказать проповедь Митрополит Сергий Иванников Ну я избрал тему Сотворил По образу нашему По подобию нашему Бог И одно подобие дал свобода А одну сторону выделил Приучай ребенка Посещать больных Хотя ему не хочется Ты должен Ты тоже будешь старый Ты можешь заболеть Сумею ли я победить Свое самохотение Насильник, вор И любой преступник Болен самохотением А я не должен брать То есть воровать В природе нет такого закона Что нельзя брать чужое Нельзя достигать Любым способом удовольствия Этот закон Сверхприродный Закон Духа Просвещенного Духом Святым То есть Закона нет Что люби ближе Как само себя В природе нет этого закона Любая скотина Птичка Ухватает у другой Оттаскивает А та умирает Даже не посмотрит на нее Здесь над всем Свободное знамя Выставить должен Покорное Христу Есть природный По природе Неповрежденного человека В раю Вот такой потерянный Человеком Закон Мы даже Мы обязаны найти И жить по нему То есть Я должен Нет закона в природе Чтобы любить друг друга Считай Здесь один закон Выжить Победить Сильнейшее Пожирать Слабейшее Теория низшей Гитлера Закон человеческий Хватай Ешь Грабь Дави Если родители Не верующие А учат ребенка Быть кротким Жалостливым Помогать слабым Это негодные родители Злые Губители своего Детям Они своего ребенка Подставили Добрым быть Не выгодно В этом мире Это не выгодно Обратиться Против вашего же ребенка Если у вас Есть ребенок То учите его Всяким приемом Драки Бить Хватать за горло Это если Бога нет Он должен Выжить здесь Вырасти пантеру А не хлюпика Каким он уже вырос Но если Бог есть То ты строй Воспитание По другому методу Ты должен Сынок Простить врагам И подставить Другую щеку Ты должен Ты должен Сынок И десятилно отдавать На содержание священства Всегда люби Священников Сираха Не являйся Предлице Господа С пустыми руками Ибо все это По заповеди Терозакония Три раза в году Весь мужеский пол Должен являться Предлице Господа Бога твоего На место Которое Изберет он Праздник Опресноков Праздник Седмиц И праздник В кущей И никто Не должен Являться Предлице Господа С пустыми руками А зачем А зачем ты читаешь Не перед лицо А при лице Такого нет В русском языке Лице Зачем читаешь Это устаревшая форма И ты понимаешь Речь идет о лице Лицо О Дочь моя Тебе плохой муж попался Ты сама виновата Ты должна ослушаться его Я не хочу Да он идиот такой Все повенчали Ты имела свободу Когда еще Не венчал священник Тогда ты могла Повернуть назад А теперь смири свою гордыню И похоть Плоти В непослушании Теперь ты обязана Ты должна слушать мужа Предел самохотения Выйдет полностью В антихристе Это абсолют Смотри как Антихристе ты сказал У тебя окончание Ослабляется Интонация Тембр меняется Считай заново Предел самохотения Выйдет полностью В антихристе Во Это абсолют Человека Бога Человеческой самости Возмечтавшие Подобятся Богу Второй фессалоникийцам Противящийся И превозносящийся Выше всего Называемого Богом Или святынею Так что в храме Божьем Сядет он как Бог Выдавая себя за Бога Христос же есть Бог И смирил себя До распятия на Голгофе Филиппийцам Он будучи образом Божиим Не почитал Хищением Быть равным Богом Смирил себя Быв послушным Даже до смерти И смерти крестной При решении важных вопросов Мы должны Входить в Гефсиманский сад И стоять рядом с Иисусом И говорить От Матфея И отойдя немного Пал на лицо свое Молился и говорил Отче мой Если возможно Да минует меня чаша сия Впрочем Не как я хочу Но как ты Идет борение Что-то тебе выгодно Но если это не по слову Божию То дальше не шагу Иов А между тем Они говорят Богу Отойди от нас Не хотим мы знать путей твоих В конце мировой истории Как всегда Явится нелицеприятный судья То есть люди скажут Мы осуждены справедливо Премудрость Соломона Как же он причислен К сынам Божьим И жриби его Со святыми На судья Божьем Будут говорить Верующие Которые гнали Человеческое хотение Очень часто совпадает С хотением дьявола Поэтому подавляющее число Правителей в мире Управляются сатаной От Луки И сказал ему дьявол Тебе дам власть Над всеми Семи царствами И славу их Ибо она предана мне И я кому хочу Даю ее Когда человек обращается К Богу Человеческая воля Исчезает Политика Грязное дело Еще не сбили Южнокорейский самолет С пассажирами А уже было запрограммировано Что он обречен Была статья В центральной газете Никсон Кто вас предупредил Ему уже взятый билет Оформили на следующий рейс И когда ему сказали Что этот рейс опасен Он бросился в другую сторону На пропаде оно пропадом И гори синим пламенем Чтобы я сел на этот гроб Но когда апостолу Павлу сказали Что опасность ждет В путешествии Он еще более пожелал Быть в этом участником Только дух святой По всем городам Свидетельствует Говоря что Узы и скорби ждут меня Но я ни на что не взираю И не дорожу Своей жизнью Только бы с радостью Совершить поприще мое И служение Которое я принял От Господа Иисуса Проповедать Евангелие Благодати Божией И ныне Вот Я знаю Что уже не увидите И лица моего Все вы Между которыми ходил я Проповедуя Царствие Божие И войдя к нам Взял пояс Павлов И связав себе руки и ноги Сказал Так говорит дух святой Мужа Чей этот пояс Так свяжут в Иерусалиме Иудеи И придадут в руки язычников Это не предположительно А точно Что ты будешь арестован В любой нашей запрограммированной Катастрофе Еще могут быть осечки И твой жизненный путь Не завершится этим этапом Но здесь сказал дух святой Это уже железно И точнейше И он идет на это Вот что значит Знать волю Божию И стремиться ее и выполнить Наше желание Смиряется болезнями Смотрю У этого два выхода из желудка В одну коробочку Кал собирается В другую моча Да не дай Бог лучше умереть Говорит мой знакомый Бог знает Когда достигнет до этого То как это будет То есть ему отрезали Вывели У него висит две кобуры А И я До чего не хотела Мы начали без батюшки совершать Так называемое апостольское служение Когда за службу Говорится До четырех проповедей И служба сокращена И восстал наш дьякон Евгений Янчук Начал нас упрекать И даже пугать Что он будет жаловаться Что это раскол Так ты выходишь на тропу войны Все ли рассчитал От Луки Или какой царь Идя на войну против другого царя Не сядет И не посоветуется прежде Силен ли он С десятью тысячами Противостать идущему на него С двадцатью тысячами Вот он доигрался Евгений Его нигде нет Он не выходит На пруду уныши работали Все Он ни разу не вышел Нигде не выходит Занятия На занятия не ходит Вечером не ходит В церковь А все играл А почему А потому что свояк Беззаконник И он с ним дальше знался И всех судил И наконец Бог отнял веру Веры-то никакой нету Да разве мы можем Теперь уступить свободу В которой обрелись части Духовного расслужения Богу А не просто мертвое стояние И шатание Хватит ли сил у тебя Устоять против русского языка С мертвой славянею И с типиконом против Библии Вот мы проводим это занятие Богослужение без батюшки В доме дружинина Геннадия Петровича Который имел мощнейшую поддержку В силовых структурах Краевых Против нас он воевал Майор милиции Подполковник ли Я заранее знал Что выхожу на борьбу С его подлостью Сексовством и лживостью Это война И что с ним будет Я знал заранее Предупредил Что он будет уничтожен Богом Ему сразу инсульт И он умер И все Как будто не обладом Продали Мы его довели до нужной кондиции И саманатом Саманной называется Так просто он уже не мог выйти из этой бойни Теперь полный разгром И дом его пришел к нам За его цену Его дружки прекращали Начатое против него дело Прокурор Широких Октябрьского района А у меня дружок близкий Прокурор Края Генерал-лейтенант И он прокурора Выкинул оттуда И все были осуждены И прокуратура Края Трижды отменяла Их прекращение И снова начинали Надо не своей воли искать Не раз было Что наш священник Против меня идет И скажет мне В разгар доказательств Шел бы ты лучше домой Я на полуфразе Слово оборву И пойду домой Слова оборву И пойду домой А на душе так и кипит Но помолишься И уже легче А на завтра все по-другому Только подумаешь Эх ты пастырь Снова прихожу Как будто ничего и не было Прихожу А у него приехали священники Матушки сидят за столом Вот такие вот рукава без платка Ну не могу я пройти Батюшка Ну к тебе приехали У меня ни один ребенок так не сядет Ни один родитель Ну он такой кроткий Ну смиренный Филиппийцам Потому что Бог Производит И в вас И хотение И действие По своему благоволению Из этого стиха Выход через стрелку На Иоанна 8.44 Где нет покаяния Там какое же Может быть прощение Сон 33 Хочет ли человек Жить и любит Ледолгоденствие Чтобы видеть благо Кто мне на небе И с тобою Ничего не хочу На земле Выбор Постоянный у нас Жить или честно Или воровать Жить со своей женой Или булудничать На стороне Сирахов Он предложил тебе Огонь и воду На что хочешь Прострешь руку твою Мы все разные И не тем Кем людям кажемся Хотение есть На вещи дорогие А купить не можешь То и не скорби И волю выработай Обойтись без этого Слово Должно Имеет прямо Противоположное значение И оно направлено К святому К прославлению Бога Чаще читайте эти слова Сирахов Несправедливо Бесчестить Разумного Бедного И не должно Прославлять Мужа грешного Не говори Ради Господа Я отступил Ибо что он ненавидит Того ты не должен Делать Притчи В устах царя Слово вдохновенное Уста его Не должны погрешать На суде Кто хочет Иметь друзей Тот и сам Должен быть Дружелюбным И бывает Друг более привязанный Нежели брат Римлянам Грех Не должен Над вами Господствовать Ибо вы Не под законом Но под благодатью Мы сильные Должны Сносить Немощи Бессильных И не себе Угождать Каждый из нас Должен Угождать Ближнему Во благо К назиданию 1 Коринфянам Посему Нужна И должна Иметь На голове Свой знак Власти Над ней Для ангелов Сидят Религиозные Какие-то Собрания Все женщины Без платка Женщины Без платка Это блудница Только все Должно Быть Благопристойно И чинно Отрезвитесь Как должно И не грешите Ибо к стыду Вашему скажу И некоторые Из вас Не знают Бога Галатам Если мы Живем Духом То по духу И поступать Должны 1 Фессалоникийцам За всем Братья Верны Верны И благодетельствует Им 16 апреля 2016 года Слава Христу Благодарю chlag Слава Христу Слава Христу Слава Христу